Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. У нас сегодня встреча посвящена корпоративному казначейству. Это конфигурация 1С ERP управления холдингом. И вы видите на экране наши контактные данные, электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и, соответственно, адрес сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика Динес Гардышева-Калина. И хочу сказать вам, что если у вас возникают какие-то вопросы по ходу нашего вебинара или что-то оказалось не совсем понятно, то мы будем очень благодарны обратной связи и, соответственно, задавайте свои вопросы любым удобным для вас способом. В этом случае у нас будет больше времени, чем на самом вебинаре для ответа. И мы сможем более подробно и уже предметно касать на вашу ситуацию и вам ответить. Итак, начинаем. Программа нашей сегодняшней встречи. Вы видите ее на экране. В общем-то, это основные функции, которые у нас есть в казначействе, в корпоративном казначействе. И мы с вами сегодня будем заниматься таким образом. Я буду сравнительные слайдики показывать на презентации. И мы будем переключаться в демо-базы, соответственно, таким вот образом. И я буду на демо-базах, на двух, на управление холдингом и на ERP, управление предприятием, показывать вам, собственно говоря, то, о чем мы поговорили в теоретическом клите. Давайте. Возвращаемся снова к нашим слайдикам. Таким вот образом. И сразу хочется сказать, что управление холдингом, раздел казначейства есть точно такой же, как и в ERP, но это у нас корпоративное казначейство. И инструменты, которые там есть, и, соответственно, функции гораздо более богатые, чем есть в ERP-стном казначействе. Во-первых, у нас расширена возможность работы с именно корпоративными, централизованными структурами. И вот можно такой схемкой изобразить взаимообмены. И деятельность казначейства у нас, в общем-то, сводится к нескольким достаточно специфичным функциям. Мы сейчас их посмотрим на другом слайдике. Вот на этом. То есть, соответственно, у нас сильно расширено планирование платежей, возможность планирования платежей. И есть фабрика платежей, то есть такой интересный термин. Соответственно, контроль планирования платежей у нас основана на бюджете движения денежных средств и бюджете доходов и расходов. И вот вы видите, схемка на основании чего формируются графики расчетов в планировании. И фабрика платежей, то есть контроль лимитов, каким образом осуществляется, с помощью каких инструментов и каких механизмов. На самом деле, у нас, собственно говоря, казначейство. Вот немножко теоретической, так сказать, информации напомню вам о том, что оно заточено на крупные холдинговые структуры. Ну, например, такие как железные дороги, всякие нефтяные, нефтедобывающие предприятия, крупные производственные холдинги. То есть, соответственно, у него расширены, есть исключительные функции и есть просто расширенные. Сейчас мы с вами переключимся на демо-базу. Посмотрим сначала управление холдингом. То есть, когда мы с вами работаем, например, в ERP, у нас все работы с блоком, с каким-то конкретным подразделом начинаются с раздела регламенции и администрирования. Здесь он у нас тоже имеется, но, соответственно, здесь для нас нет особых настроек, на которые мы обращаем внимание, потому что вот здесь казначейство у нас выведено в отдельный блок. И когда мы переходим в этот блок, у нас с вами вот так снизу есть блок справочники и настройки. И, соответственно, начинаем мы с рабочего места настройки казначейства. Здесь мы с вами, сейчас вот так подвинемся, здесь мы с вами последовательно задаем информацию, которая нужна для работы этого блока. Это я поторопилась в ее заранее. Значит, соответственно, мы задаем, где можно перейти по ссылкам, там переходим по ссылкам. И, соответственно, вот у нас уже настроены для того, чтобы можно было показать бюджеты движения денежных средств, как прихода, так и расхода. Вот таким образом мы открываем и настраиваем. То есть мы можем статьи бюджетов привязать к конкретным статьям расходов, ну или доходов. И, соответственно, на другой закладочке, статьи видов расходов и графиков, мы выбираем то, что для нас на данный момент актуально. И у нас получается, вот вы видите, такая настройка. Так, если мы говорим про платежный календарь, то он по сравнению с ERP тоже достаточно сильно изменен. В нем очень много дополнительных функций. И, кроме того, что мы здесь можем перейти по ссылкам, мы здесь задаем конкретные позиции. Напоминаю, если у нас в конце строчки вопросительный знак, то это контекстная справка. То есть мы можем ее посмотреть. Такая настройка сделана в расчете на то, что здесь очень много информации, которая требует дополнительных движений. И, соответственно, человек может, не может все держать в голове и подсказочки для того, чтобы помочь ему сориентироваться. Ну вот по ссылочкам мы переходим и задаем соответствующие показатели. И, собственно говоря, здесь мы создаем отчет, чтобы проверить, а что ж мы наваяли-то такого. И, собственно говоря, как вы видите, здесь у нас еще есть подразделы, которые требуют настройки. Именно вот в течение этого сеанса, так сказать, работы с программой. На самом деле подсказочек много. Можно посмотреть, почитать. У нас справка здесь, так же, как и во всех других конфигурациях, доступна в режиме... Так, сейчас мы подвинем. Доступна в режиме кнопочки еще и, соответственно, справочная информация, которая имеется в данном разделе. Обратите внимание, что в настройке платежного календаря у нас идет настройка и конкретных показателей, и конкретных сроков. То есть, например, как мы с вами смотрели, интервалы остатков денежных средств, то есть и платежные дни. То есть, естественно, большинство крупных компаний применяют платежные дни, когда, например, два раза в неделю осуществляются платежи или три раза в неделю. Ну, то есть, систематизированные платежи и получение платежных документов от подразделов, например, от снабженцев, от логистов. И платежные дни мы, соответственно, точно так же можем отметить, установить, когда платежные дни в вашем предприятии. Ну, естественно, в зависимости от вашей специфики. И здесь есть такой интересный пункт – оптимизация платежного календаря. Если мы его открываем, то вот такое диалоговое окно для нас открывается. Ну, естественно, по смыслу мы заполняем проценты комиссии при конвертации валюты. Вот этот процент комиссии при конвертации валюты, конечно, можно настроить из договора с банком. Но, скажем так, чаще всего этот процент плавающий и зависит от конкретной ситуации, от объема конвертируемой валюты, от вида самой валюты и так далее. И использование исторических данных. Ну, в этом случае мы с вами можем настроить расписание и уже работать по расписанию. Это мы с вами говорили про настройки платежного календаря. Статьи бюджетов я пока закрою, мы их посмотрели уже. И, соответственно, раздел, которого не было в ERP – это управление договорами. То есть это как бы гибридный вариант, когда здесь есть функции, которые относятся больше к документообороту. То есть управление договорами, если мы открываем, это настройки. Повторю еще раз, напомню, так сказать, то у нас доступны вот такие действия. Мы проставляем чекбоксы. Еще раз повторюсь, мы обычно стараемся обратить ваше внимание как можно чаще, что при работе с первоначальными настройками. Самое основное – это внимательно читать подсказки, которые у нас есть вот каким-то функциональным опциям, которые следует либо активировать, либо отключить. Значит, соответственно, если у нас стоит, что вы используете заявки на расход, то мы ставим чекбокс в красивую зеленую галочку. Если мы не планируем такие вещи, то, естественно, флажок не ставится. И расписанием, то есть мы тоже можем настраивать, оно вот таким образом выглядит. Закладочка «Дневное» позволяет задать критерии ежедневного расписания, недельного, месячного, ну и так далее. Значит, здесь у нас, кроме этого, кроме управления договорами, есть еще, как вы видите, возможность управления договорами цессии. То есть спектр договоров, которые используются в ERP и в ERP управления холдингом у нас разные. Если мы с вами вернемся к конфигурации ERP, то у нас с вами в разделе «Казначейство» доступны финансовые инструменты. И здесь у нас, собственно говоря, есть пункт договора кредитов и депозитов и договора лизинга. То есть фактически у нас два вида договоров, которые относятся к финансовым инструментам. Это не считая договоров, которые касаются купли-продажи. То есть финансовые инструменты блок у нас содержат два вида договоров. Если мы посмотрим, что у нас имеется в управлении холдингом, то, собственно говоря, у нас здесь гораздо больше видов договоров и кредиты и депозиты, так же, как в ERP, и договора аренды, то есть лизинга. И, собственно говоря, видите, работа с кредитными продуктами, которые, ну, скорее всего, чаще всего крупные предприятия имеют в банках, соответственно, гораздо более комфортно и более расширенно. То есть, как я говорила уже, у нас виды договоров отличаются от договоров с контрагентами. Ну, хотя бы вот самый яркий пример. Берем один любой договор. Ну, вот, например, договор. Значит, сейчас, пока он открывается, я скажу, что договора с контрагентами у нас, соответственно, зависят от галочек, которые установлены в карточке партнера, кем является данный партнер для организации, то есть поставщик, покупатель, прочие заказы. То есть, например, если у него имеются договора займа с вашим предприятием. И дальше закладочки, соответственно, которые мы заполняем при регистрации этого договора. Условия здесь практически похожие очень. Информация заполняется. Планирование. Вот таким образом, планирование закладочка у нас в управлении холдингом имеется, в управлении ERP, управлении предприятием такой закладочки нет. Ну, соответственно, бухгалтерский налоговый учет. Закладочка дополнительна. Здесь, в общем-то, мы задаем подписи и так далее. Закладочка доставки, то есть закладки немного отличаются. Но основное, переходим на закладочку основное. У нас находится, как я уже говорила, вид договора нам доступен. Сейчас уже не доступен. Сейчас мы его откроем. С поставщиком, с покупателем, в зависимости от флажка, от вида контрагента. А если мы с вами берем, ну, например, давайте возьмем в управлении холдингом договор кредитов и депозитов, то в этом случае у нас, вот возьмем кредит депозитов, вид соглашения используется, возможность выбора более широко. И здесь мы можем, естественно, выбирать вид договора, то есть займ выданный, займ полученный и так далее. И здесь мы можем вводить график расчетов и виды договоров или соглашений. Соответственно, и информация, которая отражается на закладке основной, тоже будет отличаться. Сейчас мы для чистоты эксперимента перейдем с вами в базу ERP. И так, домобаза ERP. И откроем договора кредитов и депозитов здесь. Ну вот, и здесь у нас с вами, видите, гораздо меньше спектр закладочек, то есть это информация, которую мы заполняем. И здесь у нас присутствуют два показателя, то есть характер договора и тип договора. Вот эти вот показатели отсутствуют, естественно, в договорах купли-продажи. И если мы здесь отменим запрет на редактирование, вот нам становятся доступны корректировки этих полей, то у нас есть выбор кредит полученный или займ, депозит, займ выданный. И тип договора, это может быть внутренний заем и внешний заем. Естественно, если мы изменяем характер, изменяются и типы договоров. В ERP немножко другая ситуация. Мы возвращаемся с вами в ERP. Вот, вернулись с вами в ERP. И, как вы видите, ассортимент, так сказать, закладочек больше. Информации должны мы выводить больше, но зато и итоги получаем тоже. И у нас здесь есть закладочка «Контроль документов». Соответственно, у нас в контроле документов выступают вот такие показатели, как контроль бюджетных лимитов и контроль бюджетных разрывов. Значит, это настройки, которые присутствуют, которые мы по ходу заполнения можем заполнять. Так, выключаем. Это у меня для примера введены несколько договоров кредитов и депозитов. Ну, то есть, соответственно, на предоставление кредитов, на предоставление займов, на лизинг и так далее. Значит, снова возвращаемся к нашим вкладочкам, к нашим презентациям. И сейчас мы с вами, в общем-то, посмотрим слайдик, красивая картинка, которая иллюстрирует принципы работы подраздела «Казначейство». Ну и, собственно, его особенности в красивом виде, чтобы потекли слюнки и захотелось сразу купить эту программу. Единственное, что напоминаю, что именно управление ERP, управление холдингом, поскольку предназначено для крупных предприятий, то и цена его, соответственно, слегка отличается от ERP. То есть, это на порядок программа дороже, но и, правда, позволяет, естественно, выполнять функции и планирование. Здесь очень роскошный блок по планированию и контроля, и согласование. То есть, маршрут согласования тоже настраивается и гораздо более комфортный, чем в ERP. То есть, вы видите, что у нас есть возможность работать и с внутрегрупповыми займами, и с кредитными линиями внутри холдинга, кэш-пулинг, то есть, такого понятия в ERP не было. И, соответственно, вот вы видите, с какими договорами мы можем работать. То есть, коммерческие договора, финансовые договора, документарные операции. Ну, и залоги и поручительства, если мы оформляем какие-то, берем на себя обязательства по обеспечению каких-то договоров с третьими лицами, допустим. И следующий слайдик мы с вами смотрим. Тот, который мы уже проходили на наших демобазах, то есть, это настройка казначейства. Настройка у нас размещается в разделе справочники и настройки. И мы с вами посмотрели только несколько, то есть, не все позиции, которые требуют настройки. И вот сейчас на слайдике мы смотрим все позиции, которые необходимо просмотреть до начала работы с этим блоком. И, соответственно, их в соответствии со своими бизнес-процессами, со своими потребностями, их заполнить. Точнее, активировать эти функциональные опции. На следующей закладочке мы с вами посмотрим тоже красивую картинку, которая касается управления договорами. Это блок, которого в ERP тоже не было. И здесь мы видим вот такую схемку, то есть, у нас проходят все этапы, начиная от подготовки договора, то есть, возможность сохранять разные варианты, скажем так, договоров. То есть, эта функция у нас статусами, в общем-то, исполняется. То есть, у нас может быть статус там черновик, версия 1 и так далее. Момент исполнения договоров, то есть, когда у нас по договору составляются конкретные графики, бюджеты, то есть, бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств. То есть, в этом случае у нас первичные документы имеют, как бы, по ним отслеживается исполнение договоров, соответственно, соблюдение обязательств, то есть, нарушение платежных требований или, там, каких-то других, которые присутствуют в договорах. Позволяет проводить анализ договоров, что чисто в документообороте, ну, имеет немножко другую направленность. То есть, позволяет анализировать и исполнение договоров, и соблюдение платежной, допустим, дисциплины, и анализ графиков и так далее. И уже, если мы находим в результате этого анализа какие-то отклонения, то мы можем анализировать это отклонение. Ну, и плюс, у нас есть целый блок претензионно-исковая работа, который тоже гораздо больше, чем в ERP, потому что в ERP мы можем просто регистрировать претензии, а здесь у нас возможность работать претензиями гораздо более широкая, но мы, если успеем, немножечко затронем эту тему. И вот такой слайдик у нас с вами иллюстрирует, так сказать, эти возможности. Сейчас мы туда переключимся и посмотрим, и немножко посмотрим на этот замечательный блок. Значит, мы переходим с вами в демо-базу и смотрим на управление холдингом, ERP, управление холдингом. Значит, подраздел «Казначейство» и здесь у нас, как вы видите, подраздел «Договоры и ценные бумаги». Значит, здесь нужно сразу сказать, что блок работы с ценными бумагами в управлении холдингом ERP-УХ значит, гораздо шире, чем в ERP. То есть ERP и работа с ценными бумагами вообще как бы свернута. А здесь мы видим и операции с векселями, и с ценными бумагами, и, соответственно, с договорами уступки, уступки требования. Ну и исполнение договоров-ковентантов. Ну, собственно говоря, это новое понятие в ERP. Оно в ERP-Управлении предприятием, его вообще нет. И настраиваются операции финансовых инструментов и цессии. То есть отдельно у нас выделена цессия. Жирным шрифтом у нас выделены рабочие места. То есть фактически, ну вот, например, возьмем договоры аренды и лизинга. Это у меня в качестве примеров лизинг. И сейчас вот так сделаем. Это у нас не видно верхней линейки. Соответственно, при создании карточки договора, ну, у меня вот это называется лизинг-один договор, мы задаем основные показатели с вот такими закладочками. И, кроме этого, у нас доступна вот такая аналитическая информация. Очень удобная, получается, функция просмотра документов для этого договора. То есть мы можем видеть все документы, которые созданы по этому договору. А на самом деле нас сейчас интересует другой момент. То есть на закладке основной, это шапка договора. Мы, в принципе, как в обычном договоре, заполняем шапку. Это кто кому что и когда конкретно дал. Параметры договора у нас вот таким образом выглядят. Валюта взаиморасчетов. Напомню, что если у нас стоят рубли и не стоит отметочка оплаты в иностранной валюте, то это обозначает, что у нас только рублевый договор. Если мы выбираем иную валюту, не рубли, например, выбираем доллар или евро, а вот здесь вот отметочку не ставим, то у нас будет договор в УЕ. А если у нас отметочка стоит о том, что это иностранная валюта и стоит чекбокс, то есть красивая зеленая птичка, вот в этом окошке, то в этом случае у нас будет валютный контракт, то есть международный, потому что, соответственно, наш партнер по данному договору не резидент, это, скорее всего, не резидент России. Здесь мы задаем так же практически, как и в ЕРПИ, задаем параметры договора. И вот здесь у нас самый интересный момент, то есть мы, ну это, естественно, оформлено, когда оформлен данный договор, и расчеты по договору. То есть мы задаем, если у нас есть конкретная сумма, ну поскольку я взяла договор лизинга, то у меня, конечно, конкретная сумма есть. Вот, но если это договор, например, кредитной линии или еще какой-то банковский продукт, то здесь может быть другая картинка. И вот теперь здесь у нас есть график оплаты и отчислений. Здесь практически такой же, как в обычной ЕРПИ, возможность заполнять график. И вот мы по ссылке переходим к корректировке этого графика. Соответственно, сдаем условия, там создаем суммы, суммы, которые у нас в договоре лизинга расписаны, то есть график платежей. Этот график у нас программа дополнительно контролирует. Соответственно, по условиям, которые мы ввели, вот здесь отражаются итоговые, что мы вводили, и контролирует программу, чтобы мы не отклонились от условий, которые задали на предыдущих закладочках. И, собственно, график начисления – это когда мы задаем, сколько и когда мы должны заплатить или, наоборот, получить процентов по данному договору. После того, как мы заполнили этот график, он у нас в платежном календаре уже участвует и уже будет отражаться, соответственно, в графиках в связи с тем банком, в котором ваше юрлицо обслуживается, ну, то есть в соответствии с условиями, которые мы сдаем. Ну, точно так же мы, как эта закладочка, график оплаты, график начислений. И предмет, то есть что же у нас было в аренде. Учетная информация – это у нас задается ГФУ, то есть группа финучета. Образите внимание, что здесь уже как бы вот такое диалоговое окно, то есть мы сдаем конкретные счета, которыми будет отражаться эта операция. И, соответственно, статья «Движение денежных съездов». Это у нас отдельный справочник, который мы тоже должны до начала работы заполнить. Блок планирования, которого нету в обычном ERP. Блок МСФО у нас есть. Ну, и комментарии тоже. Произвольная информация, в основном, чаще всего, текстовая. Оно отражается в журнале, но не фигурирует ни в каких бланках, в чатных формах и так далее. Так, сейчас мы отсюда уходим. Так, это нам уже больше не надо. И, собственно, после управления договорами у нас идут заявки и платежи. На самом деле мы, наверное, успеем с вами только затронуть валютный контроль и кредитный лимит, но постараемся побольше успеть за отведенное на время. Мы не будем смотреть загрузка данных, потому что это чаще всего техническая составляющая, которую, в общем-то, ни финансисты, ни бухгалтера обычно не ведут. Чаще всего это делают IT-специалисты. Ну, единственное, что здесь может быть расписание обмена, то есть получение выписок из системы клиент-банк. То есть если это холдинг, крупный холдинг, то, естественно, это нужно как бы систематизировать. А вот блок валютного контроля и, ну, соответственно, претензионная работа мы немножечко затронем. Значит, мы с вами говорили про управление договорами и теперь про заявки и платежи. Как вы видите, здесь интерфейс достаточно тоже такой большой, богатый. Значит, соответственно, ну, кроме того, что можно настроить расписание, то есть автоматически отправлять на согласование сформированные заявки. То есть первоначально мы ставим заявки, что мы работаем с заявками отметка и, соответственно, заявки на расходование денежных средств у нас требуют согласования. То есть чтобы они были согласованы, тогда уже они будут попадать в платежный календарь и можно настроить расписание. Ну, вот видите, у меня проставлены флажки, то есть я себе ставлю напоминание. И вот такой вот пункт автоматически переводить излишки денежных средств. Ну, чаще всего мы не ставим, потому что потом автоматически, может быть, сложно поймать, куда же деньги делись. Ну, и автоматически создавать реестры платежей. Чаще всего, естественно, руководитель не будет конкретно с каждой заявкой разбираться, а утверждает заявки реестром. И, соответственно, автоматически создавать реестр. Вот у меня настроено расписание, что каждый день это происходит в конкретное время. Вот, допустим, в 4 утра, в недели, все дни без исключения. И мы настраиваем расписание на год вперед. То есть чтобы не морочить себе голову, что, например, 10 ноября неожиданно прекратит работать. Объединить однотипные позиции в одно платежное поручение. То есть если у нас есть несколько заявок, которые адресованы в адрес одного юридического лица, партнера какого-то нашего контрагента, ну, например, одна заявка на оплату за констовары, другая заявка за оплату за бумагу для принтеров, третья заявка, например, за офисную мебель. То вот, включив такую функцию, мы можем на этих платежных поручениях их объединить в одно поручение. Ну, соответственно, если используются одни и те же реквизиты и одно и то же юрлицо, то мы можем их объединить. Но здесь возникает вопрос, что если назначение платежа в этих заявках одинаковое, то есть, например, написано оплата за констовары, оплата за констовары без конкретики за что, то в этом случае не возникает вопросов. Если назначения платежа разные, то есть не унифицированные, если можно так сказать, то в этом случае требуются небольшие доработки. Значит, если у нас реестр платежей, например, согласован, то, соответственно, по нему уже формируются платежные поручения, то есть мы можем их формировать автоматически. И тогда мы должны поставить галочку, что автоматически у нас в момент согласования реестра платежей мы должны получить, сформировать платежные поручения. А еще у нас с вами отражение фактических данных. Это тоже сервис, которого нету в ЕРПИ в обычном. Это мы вот такую отметочку ставим. Документ движения денежных средств. Перечисление каких конкретных документов. И документы поступления и реализации. То есть вот тоже перечисление. То есть мы ставим 2 отметочки, 2 чекбокса. И переходим за грузку данных. Мы уже одним глазком посмотрели к валютному контролю. Вот валютный контроль здесь достаточно удобный. Но обратите внимание, значит, мы смотрим, когда казначейство. Спускаемся здесь. Вот мы смотрим валютный контроль. Справки о подтверждающих документах. И сведения о валютных операциях. Если мы с вами обратимся, например, к ЕРПИ, к обычному. Здесь у нас казначейство. Здесь у нас... Значит, валютный контроль у нас с вами здесь, ну, как вы видите, отсутствует. И, собственно говоря, так же, как и раньше, валютный контроль, документы валютного контроля у нас у каждого банка немножко отличаются. Поэтому раньше, вот, допустим, документы валютного контроля присутствовали в клиент-банках конкретного банка, но в 1С не использовались. А вот здесь у нас... Так, сейчас, извините, не переключилась. Вот так. А здесь у нас есть подраздел валютный контроль и, соответственно, справки о подтверждающих документах и помощник создания справок о подтверждающих документах у нас здесь есть. И здесь можно на самом деле оформить уведомление. Сейчас мы переключимся на слайдики наши и посмотрим вот такой слайдик, то есть по валютным операциям. Значит, документы мы с вами вот эти уже посмотрели. И мы можем настроить, соответственно, оповещение, когда приходит напоминание про ожидаемый, допустим, срок репатриации валюты или подходит срок формирования документов, ну, справки о подтверждающих документах по первичному документу по переводу денежных средств. Так, возвращаемся с вами снова к нашим слайдикам, а то мы забежали несколько вперед. То есть мы остановились вот на этом слайдике на подразделе договора и ценные бумаги. Значит, еще в ERP-UHI есть вот такой функционал фабрика платежей. То есть она, это термин, который в ERP обычно не встречается. То есть фабрика начислений мы с вами смотрели на начальном слайде, когда смотрели функционал. То есть вот фабрика платежей и для чего она сделана. То есть это для контроля лимитов, ну и, собственно, функционал и взаимодействие мы видим вот на этой схемке. Вернемся снова к нашим баранам. Так, и, собственно говоря, для чего нужна фабрика платежей, вы видите на экране. Ну, собственно, функционал этой фабрики это фактически функционал управления ликвидностью и, в общем-то, это используют больше экономисты. Соответственно, это инструмент, которым, в общем-то, очень с удовольствием пользуются, если у нас идет прогнозирование, анализ, платежные позиции мы ориентируемся. Моделирование вот такой функции в других конфигурациях тоже нет. И, соответственно, что у нас имеется из инструментов перераспределения, развлечения ликвидности. У нас, ну, можно вот такой картинкой представить формирование платежного календаря. То есть внешний вид платежного календаря и в 1S ERP, и в управлении холдингом достаточно отличается. Например, в управлении холдингом у нас платежный календарь, меню казначейства, вот он расположен, централизу... Ой, извините, это я открыла холдинг, а нам нужен вот темобаза. То есть платежный календарь, как вы видите, точно так же у нас имеется, но его внешний вид, мы можем вид изменять, например, вот заявки таким образом. Если я изменю вот таким образом, и, соответственно, список заявок могу сформировать. Мы с вами оставим вот таким образом. Когда у нас здесь перечислены банки, здесь перечислены платежи или получение денег, то в ERP-уха у нас немного другой вид платежного календаря. Вот он у нас, платежный календарь. Так, и сформировать. У нас вот таким образом он выглядит. И, соответственно, в этой части окна у нас есть закладочки, детализация, операции, которые я хочу видеть, и настройки. То есть я настройки могу задавать вот на этой закладочке и, соответственно, конкретизировать, если я хочу по какому-то юрлицу выбрать, ну, то есть по каким-то конкретным показателям. И обратите внимание, у нас появляется новый документ операционные планы. В обычной ERP его у нас нету. Ну и, соответственно, дальнейшие сведения тоже я ввожу в платежном календаре. То есть, как вы видите, у нас платежный календарь гораздо более сложный. Так. И у нас вот здесь вот совершенно другая линейка функций. То есть у нас здесь присутствует моделирование, присутствуют другие функции, возможность просмотреть все заявки. И по кнопочке «Еще» нам, допустим, здесь немного... Ну, то есть в ERP, в обычной, у нас другие функции. Если мы с вами посмотрим, то по закладочке «Еще» у нас здесь есть пункт «Настройка», и мы в этой настройке отображаем флажками все те значения, которые в управлении холдингом у нас расположены по-другому на закладочке. На закладочке... Вот. Соответственно, настройки. Напомню, то есть и здесь, если у нас конкретно какие-то... строятся по графикам, которые у нас в договорах указаны. То есть, соответственно, либо лизинговые договора, либо договора о займах, либо кредитные линии. То есть строятся на тех графиках, которые мы ввели с вами по данному договору. И мы можем, скажем так, при большом количестве платежей мы с вами можем видеть уже итог, построенный автоматически по этим графикам. То есть нам не надо в платежном календаре вручную заводить какие-то показатели. Так, сейчас мы с вами снова вернемся на нашу презентацию. И посмотрим немножечко другой. Значит, вот этот слайдик у нас демонстрирует тот раздел, в который мы уже с вами ходили. То есть централизованное казначейство. Мы с вами были в платежном календаре. Ну, заявки на оплату мы... Это рабочее место не будем смотреть, потому что это очень похоже на обычное ERP. Мы с вами перейдем вот к такой красивой картинке. Это на самом деле хорошая иллюстрация того, что нужно знать о лимитах. То есть на самом деле у нас лимиты есть кредитные, есть, допустим, по валюте, по валюте операции. Ну, то есть вот вы видите способ установки лимитов. У нас задействован документ оперативный план. Он формирует, в общем-то, показатели. И уже итоговый документ бюджет. То есть при утверждении экземпляра бюджета у нас, собственно говоря, устанавливаются эти показатели. И периодичность исполнения это вот конкретно день, месяц, квартал, год, ну и так далее, полугодие. И мы с вами сейчас вернемся к слайдику, который иллюстрирует настройки, значит, кредитные лимиты и претензионная работа. Значит, у нас в этом случае казначество, значит, наши настройки. И вот у нас здесь есть настройки, которые регулируют ну валютный контроль. Я напомню, у нас мы проставляем срок напоминания, что нам надо сформировать справка валютных документов, например, или справка о подтверждающих документах и в какой срок с даты оформления документа. Потому что бывает достаточно часто, что эти сроки остаются без внимания и, соответственно, в этом случае предприятие нарывается на штрафы от валютного контроля. Они достаточно внушительны, то есть за нарушение сроков, несмотря на то, что эту информацию подает и таможня в электронном виде, тем не менее, штрафные санкции не отменены, там порядка 40 тысяч. И, собственно говоря, за неподачу, допустим, справки о подтверждающих документах, например, декларации, все равно будет штраф, то есть валютный контроль все равно оштрафует, несмотря на то, что он электронную декларацию от таможенной службы получил и, естественно, сформировать напоминаловку в этом случае гораздо проще, чем платить штрафы. Предназионно-исковая работа, как вы видите, здесь у нас достаточно много таких сервисных функций, то есть оповещение ответственного работника о том, что приближается, например, дата ответа на претензию или дату подачи в каких-то документах. Ну, то есть, соответственно, если мы ставим флажок, то в этом случае мы можем задать расписание или, как будет здесь, установить срок свыше какой просрочки у нас уже будет формироваться претензия, чтобы у нас дебюторская задолженность не переходила, допустим, в безнадежную. На самом деле этот блок очень интересный, но у нас не будет, нет возможности контроля на нем остановиться. ну и соответственно, вот про кредитные лимиты мы немножечко подробнее поговорим, потому что кредитные лимиты мы можем установить на остатки денежных средств, допустим, на аккредитивы, которые выдает банк, и у нас есть закладочка прочее, и в этом, по этой закладке у нас идет настройка ставок дисконтирования, руни, например, значит, здесь у нас доступно, вот если мы выбираем показать все, у нас доступны достаточно разные варианты котировок в финансовых документах. На данный момент у нас текущее значение подсвечивается, то есть соответственно, это как курсы валют мы можем выгружать, загружать котировки в автоматическом режиме и по закладочке еще, ну, обычные действия со списком мы можем здесь производить. Последнее значение у нас подсвечивается, вот оно у нас появляется здесь. После того, как мы настроили работу с казначейством, значит, мы с вами уже можем приступать, в дальнейшей практической работе и просмотреть, какие дополнительные настройки мы можем с вами задать еще. Здесь, на самом деле, для, например, валютного контроля есть очень удобная справка, с ней, которого раньше не было, который был только в банках, то есть это коды валютных операций, например, то есть то, что либо держали на бумажке в тумбочке, либо захочем как порыли явки наизусть, то есть вот тут такой справочник имеется. Так, значит, и, соответственно, интервалы задолженности, которые мы будем рассматривать, ну, это в основном на работу с просроченной дебиторской задолженностью, кредиторской задолженностью, или погашение кредитов, но кредиты на самом деле внимательно отслеживаются, а вот дебиторская задолженность обычно почему-то упрямо попадает в просрочную. Так, значит, еще что нам важно для начала операции, ну, собственно говоря, условия оплаты мы задаем, когда работаем с договорами, в этом случае у нас практически то есть это условия, которые мы можем по кнопочке создать и заполняем уже в произвольном виде, здесь добавляем информацию о том, какие конкретно условия у нас заданы, то есть это аванс или предоплата, ну, и, соответственно, сколько процентов. Так, вот это нет, не были нам нужны эти изменения. Значит, еще справочники и настройки, которые нам важны, это, собственно говоря, правила запрета операции. Вот правила запрета операции, несмотря на то, что вроде бы это не очень сложная процедура, обычно вызывают достаточно много недоразумений. У нас есть вот такая настройка, которая доступна по этому, по этой ссылке, и мы задаем, соответственно, заполняем, здесь выбираем сведения, которые у нас, вот, Андромеда возьмем она такая благозвучная, ну, создаем, соответственно, те записи, которые соответствуют нашим обстоятельствам, и запрет платежей, или запрет отгрузки, то есть, например, если задолженность там какого-то уровня у нас, то мы можем запретить отгрузку, если это, ну, например, запрет платежей обычно редко ставится, ну, соответственно, запрет платежей мы тоже можем выставить, и сохраняется, значит, дата изменений, кем было проведено, и число, что очень удачно, скажем так, бывает при поиске виновника торжества, то есть, кто не зарядил пуску. На самом деле, дата запрета редактирования, их есть несколько, то есть, есть дата запрета редактирования документов, дата запрета изменения в документах, и вот у нас есть правила запрета операции. Нет, мы не будем, нет, не нужно, нам не нужно сохранение. Соответственно, разделка значительства у нас позволяет, во-первых, проводить анализ, мы не смотрели с вами результаты анализа, на самом деле, эти результаты могут очень красиво отображаться в графическом варианте, то есть, построение графиков, диаграмм и так далее. Ну, соответственно, если это надо для финансового отдела, например, для бухгалтеров, обычно, такие не используются, красочные графики, для них используются чаще всего стандартные бухгалтерские термины, ну и, собственно, режим сервиса, вот, к сожалению, не успела рассказать, у нас достаточно широкий, и здесь нужно сказать о том, что есть много сервисов, которые уже по умолчанию априори присутствуют в этой конфигурации, но есть сервисы, которые, например, надо активировать при работе, если нам необходимы какие-то блоки, например, вот мы с вами возьмем блок, ну, допустим, регламентированного учета, значит, у нас здесь есть блок, который, ну, это у нас стандартные бухгалтерские отчеты, а есть блок 1С отчетность, кроме того, что это название блоков, которые входят в вот такие ссылки, есть сервис 1С отчетность, и, соответственно, этот сервис позволяет напрямую с сайтами, например, налоговых органов обращаться с фискальными организациями. Если я перехожу вот по такой ссылочке, у меня появляется рекламный баннер, вот вы его видите, и, собственно, он показывает, с какими организациями я могу настроить прямой обмен, но если хочу поподробнее, я могу перейти по этой гиперссылке, подключиться я могу по этой кнопке, при этом не надо участия айтишного специалиста, то есть я уже все, потираю ручки, мне вот эти организации фискальные доступны для прямого обмена, но на самом деле я, собственно говоря, хочу видеть не конкретные сайты этих органов, а хочу видеть один всего лишь личный кабинет, личный кабинет у меня находится в разделе единый налоговый счет, и вот он, личный кабинет единого налогового счета, он сделан не так давно, то есть изначально был только для ИП, сейчас уже и для юрли сделан, но для того, чтобы подключить личный кабинет, это личный кабинет для организации, как вы видите, он вынесен отдельно, то есть у меня в один с отчетностью тоже есть личный кабинет, но хочу я вот этот, и вот здесь у меня сейчас программа спросит, какую организацию я хочу, и теперь вот предупреждение, что для подключения личного кабинета по единому налоговому счету мне необходимо подключить сервис 1С отчетности и для того, чтобы подключить сервис 1С отчетность мне необходимо, во-первых, дозаполнить информацию, которую я прогуляла, так сказать, в момент заполнения общих настроек, то есть здесь у меня должны быть данные, которые входят в карточку организации, в карточку юридического лица, а поскольку я ее не заполнила, то у меня соответственно возникает необходимость при формировании декларации ее заполнять в режиме ручного тактирования, а кроме этого, ну здесь вы видите, что допустим издать новый сертификат, если мне надо на электронную подпись, у меня стоят старые данные, которые уже несколько лет не применяются, поскольку у нас действует уже сейчас только в инспекции налоговых органов выпуск этих сертификатов, ну то есть я была очень небрежно при стартовом заполнении, сейчас мне либо необходимо заполнить эту информацию заново, либо я при формировании регламентированной отчетности буду постоянно натыкаться на то, что мне требуется в режиме ручного редактирования эту информацию там записать словами. И собственно говоря, так, на этом мы закончим наш экскурс в кабинет с единым налоговым счетом. И я хочу только пару слов еще сказать, что на самом деле сервис 1С отчетности, у нас если подписка ИТС проф, то у нас доступен бесплатный подключение этого сервиса бесплатно для одного юрлица. Соответственно, если у вас холдинги, то одно юрлицо можно выбрать с трудом основное. Ну, соответственно, если подписка техно, то разговор о том, что бесплатно что-то подключить не идет вообще, потому что доступно только платное подключение. Но, правда, сумма платного подключения не слишком обременительна, то есть порядка 4 800 на год, соответственно, помесячная сумма более чем дружественная, но, естественно, если у вас много юридических лиц, если это холдинг, то эта сумма может быть существенной. Так, сейчас мы с вами выходим из наших демо-баз и возвращаемся снова к нашим слайдикам. К сожалению, достаточно много слайдиков мы не посмотрели. И я хочу вернуться к первому слайдику, то есть это к нашим первоначальным контактным данным, то есть сказать, что наша электронная почта, наши телефоны ждут ваших обращений, ваших вопросов, за которые мы будем очень благодарны, ну, то есть за обратную связь мы заранее вас благодарим. На этом разрешите поблагодарить вас за время, которое вы нам уделили за внимание, а на этом, к сожалению, мы заканчиваем нашу встречу, потому что говорить по корпоративному казначейству в ЕРПУ можно напрямую целые сутки, но у нас столько времени нету. На этом разрешите пожелать вам хорошего дня, всего доброго.